МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Итоги и перспективы в Шумерле обсудили социально-экономическое развитие в первом полугодии. Как уехать из Садового? Администрация столицы объявила аукционы на 24 пассажирских маршрута. Сладкая жизнь у пчеловодов начался сезон медосбора. Выйти из сумрака, как легализовать бизнес и увеличить число индивидуальных предпринимателей в Чувашии и в целом по России обсуждали за круглым столом представители органов власти и деловых кругов. Суровый контроль и надзор в большинстве пугают предпринимателей, которые работают в тени и хоть раз задумывались о легализации своего бизнеса. Таковы результаты опросов, проведенных общественной организацией «Опора России». Проблема-то есть. У нас 2 миллиона требований. Вы только вдумайтесь, 2 миллиона. Для малых предприятий это вообще непостижимо, невозможно. Это очень большая задача реформы контрольно-надзорных органов, вообще надзорно-контрольной деятельности. И нам нужно найти эту золотую середину, где мы не пережмем бизнес и в то же время не потеряем безопасность. Причем путь должен быть через побуждение и стимулирование. В эту сторону Чувашия движется почти 2 года, снижая административные барьеры. Мы вместе с вами имеем определенный опыт по осуществлению проектной деятельности в государственном секторе. Создаем многофункциональные центры для того, чтобы в шаговой доступности могли оказать государственные и муниципальные услуги тем инициативным жителям Чувашской республики, которые хотят организовать предпринимательское дело. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть программа развития малого и среднего предпринимательства, о чем вы тоже знаете, где соответствующие средства мы предусматриваем по разным направлениям. Летом 2017-го федеральный центр запустил профильную программу повышения производительности труда и поддержка занятости, в которую вошли более 200 предприятий в 16 регионах. Из Чувашии в нее попали 10 ведущих компаний, такие как Химпром, Электроаппаратный завод, Завод имени Чапаева, Ядрен Молоко и другие. Они получат дополнительные инвестиции, на производстве помогут модернизировать технологические линии. На предприятиях в рамках данной программы уже началась работа по образованию рабочих групп под руководством первых лиц этих организаций для координации деятельности по повышению производительности труда. В сентябре мы ожидаем посещения нашей республики команды экспертов федерального центра компетенции. Поддержка бизнеса и производительность труда – переменные напрямую зависящие друг от друга. Больше предпринимателей, больше рабочих мест. А качественная подготовка кадров – задача межрегионального центра компетенции, который не первый год работает в Чебоксарах. Важнейшим элементом любой производительности труда является качество, уровень подготовки специалистов. 27 специальностей, 6 рабочих профессий на дневном отделении и более 100 направлений подготовки, переподготовки, повышения квалификации, которые мы оказываем взрослым. На их базе – лаборатории, где тренируются команды по электронике к чемпионату Европы по рабочим профессиям. Там же проходили отборочные соревнования WorldSkills. Вот это лучшая практика на базе среднепрофессионального образования Чебоксара. И вторая лучшая практика – это у нас в городе Канаши. Транспортно-энергетический техникум раньше был, колледж, по линии Транснефти. Транснефти вложил туда 400 миллионов рублей. Прекрасные условия. Все более, ну так скажем, 7 тысяч человек, точнее 7500 человек приезжают с разных регионов России к нам для того, чтобы получить дополнительную компетенцию. Ожидаемые результаты госпрограмм к 2025 году. Прирост производительности труда в Чувашии по сравнению с 2016 составит не менее 24%. А в целом по России число ИП должно дорасти до 25 миллионов человек. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Выросли собственные доходы, увеличиваются объемы реализованной продукции градообразующих предприятий, реализован ряд значимых проектов. В Шумерле подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Как меняется жизнь в моногороде и на что необходимо сделать ставку? Подробности в следующем материале. Когда заработают? С копительным сезоном. Это поздно будет, до этого надо. Пуск наладки сделать, попробуйте. Сделано. Сделано? Сделано. Власти республики и города продолжают поэтапно решать проблемы в сфере ЖКХ. Чтобы сократить долги за потребленные ресурсы, здесь возводят современные котельные, которые работают на природном газе. Экономический эффект по скромным подсчетам превысит 8 миллионов рублей. Жители где-то около полутора тысяч человек. Это 600 квартир. Сколько вышло эта котельная? 36 миллионов 785 тысяч рублей. Сразу три блочно-модульные котельные обеспечат горячей водой и теплом 17 жилых домов, магазин и техникум. Всего же до конца года планируют возвести 6 таких объектов. На реализацию проекта из регионального бюджета выделено свыше 150 миллионов рублей. Но дело того стоит. Если все пойдет по плану, то город в ближайшее время сократит долги за газ. Сейчас они превышают 180 миллионов. 15 котельная, вот он приносит в отопительный период, декабрь, январь, февраль, самые холодные месяца, порядка 3 до 5 миллионов минус. Экономия получается по 30 кубов с гигакалория. Если газ 6 рублей, то 80 рублей. 200 рублей можно сэкономить. Подготовка к отопительному сезону – одна из ключевых тем встречи с активом муниципалитета. Работы ведутся по графику, отмечает глава администрации. Сейчас в городе продолжают менять аварийные участки теплотрассы и устаревшие котлы. Еще одной больной темой сити-менеджер называет отсутствие платежной дисциплины. Неэффективно работающие котельные, ветхая система сетей теплоснабжения, несовременные оплаты потребителями ресурсов – все это составляющие, которые ежегодно приводят к росту долгов. И здесь важное значение для города – иметь строительство шести новых блочно-модульных котельных. Данными котельными будут отапливаться 156 многоквартирных домов, 9 детских садов и школы. Это практически две трети города. Не обошли стороной и проблему задолженности за аренду муниципального имущества. Бюджет недополучил свыше 9 миллионов рублей. Глава республики потребовал решить этот вопрос в сжатые сроки. За неприятие и мер, есть такое ключевое слово – бездействие называют. Вот действуя, вы оформили муниципальную собственность. Из-за бездействия теперь не взыскиваете. Это коррупционное проявление. В отдельных муниципальных образованиях ни одного рубля долго нет. Не только ни одного, миллиона, значит, и так далее. Власти города решают и вопрос стремительного обмеления протоки Сурыя. От этого может ухудшиться качество питьевой воды. Необходимы дноуглубительные работы. Из бюджета на эти цели направят 40 миллионов рублей. В летнее время, также зимой, знаете, сейчас 15 сантиметров всего составляет уровень, при необходимых двух метрах. Существенные суммы из бюджета республики город получает и на ремонт социальных объектов. Чтобы привести в порядок здание школы номер один, пришлось заменить канализацию, водопровод и систему электричества. Сейчас строители укрепляют фундамент и прокладывают дренажные трубы. К новому учебному году здесь отремонтируют столовую, пищеблок, спортивные и актовые залы. Приемка работ намечена на 25 августа. Благоустраивать школу помогают добровольно и родители учеников. Низкий вам поклон. Спасибо. За ваш такой ответственный подход. Ради своих детей мы все готовы сделать. У нас так все чисто, тут стало, красиво, дети с удовольствием приходят в школу. Также в рамках этого контракта еще делаем ремонтные работы в подсобных помещениях внизу. В городе продолжается ремонт дорог. В рамках федеральной программы благоустраивают местный парк культуры и отдыха. В муниципалитете наметился и спрос на новые квартиры. За первые полгода Шумерля вышла на второе место по темпам водожилья. Приоритеты Михаил Игнатьев обозначил на рабочей встрече с городскими властями. Главные задачи на ближайшие годы – ремонт дворов, реализация приоритетных проектов и увеличение доходов бюджета. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В управлении федеральной антимонопольной службы по Чувашии озвучили итоги работы в прошедшем полугодии. Количество обращений в УФАС сократилось на 30%. Это напрямую связано с новой системой распределения обращений от граждан. Регулирование конкурентных рынков, конкурентной среды и уход от прямых обращений физических лиц. То есть четкое разграничение полномочий между Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой. То есть вопросы прав защиты потребителей – это вопросы Роспотребнадзора. Нарушения в сфере сетевых организаций, в сфере деятельности этих сетевых организаций находится в полномочиях нашей службы. Это относится к работе электросетевых, теплосетевых организаций, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению. Нарушения чаще всего совершают органы местного самоуправления. Не осталось без внимания сферы организации пассажирских перевозок. Минтрансу Республики выдано 12 предупреждений. В большинстве это касается нарушения условий проведения конкурсных процедур. Невнимательность в составлении документации – частая ошибка не только перевозчиков, но и строительных организаций. Сложную ситуацию с пассажирскими перевозками, в которой оказались чебоксары и другие муниципалитеты, после того, как в них перестали работать автобусы Чуваш автотранса, удалось разрулить. Практически все маршруты сохранены, в основном за счет маршруток. Однако явно ощущается нехватка транспорта большой вместимости. Как планируют решить проблему в нашем материале. Две подружки Татьяны с детьми с удовольствием отправились бы погулять в центр города или покататься на каруселях в Лакриевский лес. Однако теперь их прогулочный маршрут ограничен районом Садовой. Не можем с коляской залезть в маршрутку. Даже если у меня коляска складывается, мне нужно это ребенка опустить, сложить коляску. В это время ребенок убегает или кого-то просить. После начала процедуры банкротства Чуваш автотранса в Садовой перестали ходить автобусы. Для рядовых пассажиров это не создало неудобств. Вместо крупногабаритного транспорта сделали больше маршруток. А вот родителям с детьми стало сложнее. Я как многодетная мать хотела бы отметить, что район у нас молодой. Имею в виду, что очень много молодых семей с маленькими детками. Достаточно проблематично мне с коляской, с пятимесячным ребенком, который даже сидеть не умеет, и с двумя маленькими детьми посадкой-высадкой из маршрутки. Для Кристины Шехрейкиной это не просто неудобство. Автобусы в центр были жизненной необходимостью. Она часто возит ребенка-инвалида в реабилитационный центр. Сейчас, чтобы сесть в транспорт, ей приходится идти до улицы Богдана Хмельницкого. И в холодное время года эти три остановки могут стать непреодолимым расстоянием. Автобусы, когда большие ходили, на втором маршруте было очень удобно. Даже без посторонней помощи я могла залезть в автобус. А сейчас в маршрутку это просто нереально. Осенью ситуация сложнится еще и тем, что на учебу начнут ездить школьники и студенты. А значит транспорт станет более загруженным. Администрации Чиваксара в этой проблеме знают и предпринимают меры для ее решения. До конца текущего года планируем непосредственно Садовый микрорайон обеспечить троллейбусным сообщением по маршруту железнодорожный вокзал микрорайон Садовый. Там будут курсировать пять современных низкопольных троллейбусов, также которые будут включать в себя все необходимые функции для инвалидов и колясок. Всего же столичная администрация объявила аукционы на 24 маршрута пассажирского транспорта. На шести будут осуществлять перевозки малым классом, а на восемнадцати – средним и большим классами вместимости. Эти транспортные средства будут иметь приспособления для перевозки маломобильных граждан. Все перевозчики должны начать работу с декабря 2018 года. В Чувашии суд вынес приговор по уголовному делу о распространении контрафактной алкогольной продукции, в результате употребления которой погибло три человека. Следствие длилось с ноября 2015 года. Следствием установлено, что в 2013-2015 годах злоумышленники продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков известных мировых производителей. Указанная спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, поскольку содержала в своем составе в качестве основных компонентов метанол, ацетон, а также другие токсичные микропримеси. В частности, концентрация этанола, спиртосодержащей жидкости, после употребления которой скончались двое молодых людей, превышала содержание этанола в ней почти в 8 раз. Материалы уголовного дела в отношении лиц, которые сбывали этот контрафактный алкоголь, обвиняемым на территории Московской области, выделены в отдельное производство. Причастность обвиняемых к конкриминируемым им деяниям подтверждается заключениями более чем 150 проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, показаниями более чем 200 свидетелей. Также в ходе расследования уголовного дела проведено 26 обысков, в ходе которых было обнаружено и изъято свыше 53 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем. Суд назначил восьми участникам группы наказание в виде лишения свободы на сроки от двух лет и десяти месяцев до пяти лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще трое соучастников приговорены к наказанию в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Судом остановлено, что 11 подсудимых, входящих в организованную преступную группу, привозили контрафактный алкоголь с Московской области на территорию Чувашской республики, где хранили и распространяли. Всего в ходе следствия было изъято свыше 50 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем. В Чувашии активно идут уборочные работы, но сейчас время собирать не только урожай зерновых, но и мед. Наша съемочная группа решила поближе познакомиться с профессией пчеловода. Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Мед Юрия Алексеева назвать неправильным язык не поворачивается. Как раз наоборот, его продукт любит весь морпосадский район. Пасечник не ищет рынок сбыта. За его медом люди приходят сами. Причем среди любителей жители не только Чувашии, но и других регионов. Мы содержим пчелы среднерусской породы. Они зимостойкие. Во время медосбора, когда липа цветет, они могут за неделю годовой запас полностью пополнить. И качество меда у них лучше практически. Действительно. Вот я продаю мед. Все говорят, что Юрий Маркович, у тебя мед хороший. Заниматься пчеловодством Юрий решил еще в школе. У его дяди была пасека на 25 ульев. Там еще совсем юный Юра помогал ухаживать за пчелами. И вот уже 38 лет он содержит уже свою пасеку. Пчеловодство, оно, во-первых, доходное. Это раз. Дальше, если так смотреть, пчелы же они трудолюбовые. У них все разделено. Есть рабочие пчелы, есть матка. Все разделено. У них работа вся разделена. И вот это нравится мне тем более. Дальше и природа. Когда открываешь улью, например, такой аромат идет. Или качаешь, но это аромат идет. С запахом тем более настроение такое будет. Вот из-за этого. В 2016 году Юрий Алексеев попал в программу «Начинающий фермер» и получил грант на 1 миллион 100 тысяч рублей. На эти средства он построил склад для хранения семян многолетних трав. Потом пчеловод выкупил земли вокруг пасеки и объединил их в поле. Именно там он сделал пастбище для своих пчел. А затем пасека обросла подсобными помещениями. Сейчас мы находимся во временном помещении для откачки меда. Приспособили здесь. Тут рамы сняты от корпуса с медом. Мы их сейчас сначала очищаем от прополиса, рамки верхней части. Потом их придется срезать крышки, восковые крышечки. Мы их срезаем электрическим ножом. Сейчас у Юрия Алексеева 230 семей пчел. У каждой свой улей. Одна такая семья приносит пасечнику 30 килограммов меда. В планах пчеловода расширить свои владения. При этом Юрий не перестает совершенствоваться в своем деле. Интернету он не верит, а все знания черпает из книг и образовательных семинаров. Кстати, он с удовольствием поможет советам начинающим пасечникам. И уж точно никто не уйдет, не попробовав его меда. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Это все новости выпуска. Вас еще ждет полезная и интересная информация. Куда повезти детей в выходные и где делать покупки, узнаете далее. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Тайсон, Ариэль, Крош и Злата. А вместе квартет артистов водного шоу «Байкальских нерп» приветствуют жителей Чуваксар. Первый передвижной нерпенарий вовсю развлекает жителей и гостей столицы Чуваши. Его герои приготовили зрителям настоящее шоу. С первого номера нерпы рассказывают о своей родине, Байкале и его вкусной рыбе. Эти ластоногие артисты не только поют, но и танцуют. Любимый танец нерп – зажигательная ламбада. Каждый артист этого шоу особенный. Например, вот этот крепыш Тайсон самый сильный, а изящная Ариэль очень активная. Она и на трубе сыграет, и картину нарисует. Они такие миленькие, мне понравилась Ариэль, у нее такие большие глаза. За питанием нерп следят с особой тщательностью все только самое свежее. Хамса, салака, горбуша – каждый из артистов съедает по 4-5 килограммов рыбы в день. Кстати, нерп невозможно заставить что-то делать, поэтому трюки они выполняют только если сами захотят. А вот и главный секрет – они очень любят лакомства так, что за вкусную рыбку могут и мяч в кольцо закинуть, например. Это называется методикой положительного подкрепления. А сейчас смертельный номер. Тайсон исполняет прыжок дельфина. Зрители от такого номера просто в восторге. Как оказалось, и сами нерпы любят выступать на публике. В природе к нерпе не подойти, они очень пугливые, уходят в воду, но наши нерпы с самого рождения с человеком, они социализированы, поэтому они очень любят общаться и немножечко обливать, баловаться, и смотреть на людей, впечатлять людей. Впечатлять людей им определенно удается. Это было очень потрясающее выступление, даже не знаю, что сказать. У каждого свой талант. Мы очень понравились, они очень воспитанные и умные. Они все своим характером, они все такие разные и так интересно двигаются. Какие-то свои таланты есть, все очень здорово. Выступление байкальских нерп сейчас в самом разгаре. С каждым днем количество восторженных зрителей растет. А если вы еще не успели лично познакомиться с лостоногими артистами, не расстраивайтесь, у вас еще есть такая возможность. Нерпы пробудут в Чубаксарах до 26 августа. Их шатер находится на нижней парковке торгового центра «Мегамол». Шоу идет со среды по воскресенье включительно. Как часто вы говорите фразу «потратил в магазине 500 рублей и ничего не купил». В магазине низких цен «Светофор» такого с вами точно не случится. Широкий ассортимент продукции по самым вкусным ценам. Магазин открыли в Шумерле три года назад. И он сразу стал популярным у местных жителей. Отличный магазин, все есть, хорошие сыры, хороший молочек, все нравится. Но намного дешевле. Без большой продуктовой тележки здесь никак. Трикотаж, постельное белье, посуда, сладости, мясо. От проверенных поставщиков. Найти нужный товар легко. Все аккуратно разделено на зоны. Нам нравится магазин, хороший магазин. Мы часто приходили, вчера приходили. И сегодня мы приехали. Колбаски там, все такое. Крупы берем. Проходит акция, нормальная цель, нравится. А вот как сезон, здесь очередь. Здесь все прекрасно. И продавцы хорошие, молодцы. А чистота, порядок. Молодцы, обеспечение хорошее. Акции, сезонные предложения помогают существенно сэкономить семейный бюджет. В нашем магазине постоянно проходит акция. Одна из последних акций – арбуз по цене 4,90. Вкусные, сладкие, сочные арбузы по самой выгодной цене в городе. Совсем скоро наступает школьная пора. И наш магазин подготовился к этому сезону. В нашем магазине можно приобрести канцелярию по очень выгодной цене. Мы с уверенностью можем заявить, что у нас самые низкие цены, хорошее качество, широкий ассортимент товара. Приходите и убедитесь в этом сами. Яркие и выгодные покупки ждут вас в магазине «Светофор» по адресу. Город Шумерля, Коро Маркса, 32А.